Всем привет, ребята, с вами Андрей Чент, и да, это Беременна в 16, новый выпуск. Если вы этому рады, поддержите это видео лайком, подписывайтесь на канал. Итак. Привет, меня зовут Лиза, мне 17 лет, я из города Санкт-Петербург. Лизочка, давай разбираться. Я учусь в девятом классе, и после... 17 лет девятый класс? Роков люблю потусить с своими друзьями. И хоть погода в Питере непредсказуемая, это не мешает нам весело проводить время. Тем более, друзья мои очень позитивные, искренние и простые, как и я. Я добрая, я честная, я всегда помогаю людям, я считаю, что я хороший человек. Я не заморачиваюсь насчет модных клубов, пафосных вечеринок. Мы кайфово можем повисеть с друзьями и в подъезде. Бухнуть как бы наркота по венам. Вполне нормально в подъезде можно потусить. Когда на улице ливень. А когда погода солнечная, гуляем на заброшенных недостроенных зданиях. И там сами устраиваем себе развлечения. Да, прыгнуть с окна, это на самом деле очень интересно, я тоже так считаю. Там с бомжами можно познакомиться. Вполне нормальное развлечение для подростков. Конечно, я так не тусил. Я сам пишу музыку. Спой. Окей. Это что за проект голос? Но это все было раньше. Теперь о тусовках можно забыть. Потому что я беременна. Это вы когда начали уже снимать это все дело? Когда она уже это? Чуть ли не при родах? Ну, такое быстрое начало, да? В смысле 20-я неделя? Сразу? Типа, ты баба когда к ним обратилась? Когда у тебя уже это? Полсрока прошло? Четыре месяца? Ну ладно. Значит, без постановой будет. Уже хорошо. Раньше я могла днями не появляться дома. Просто мне не очень хотелось. Сто пудов. Они просто прислушались к Ченду. Говорят, хватит создавать кашу, когда видно, что наигран. Они думают, так, ребята. Ченда бомбит. Давайте обрежем все нахрен. Вот когда пришла баба на проект, тогда и будем снимать. 20-я неделя. Молодцы. Но теперь с животом особо не погуляешь. Я вынуждена сидеть дома. Живу я в спальном районе на окраине Питера. В двухкомнатной квартире. В одной комнате я с мамой. Она работает за входом в универсами. А во второй бабушка. Она пенсионерка. А еще у меня есть любимая собака Тайсон. Родители развелись, когда мне было 7 лет. Тогда мы с мамой приехали к бабушке. Жить с ней невыносимо. А мне кажется, она пухает. Вот знаете, я смотрю на бабушку без обид. Но лицо такое, как будто бабушка чем-то злоупотребляет. И это далеко не возраст. Вот знаете, смотришь на лицо, нам дальше скажут. Бабушка пухала. Ну что, как всегда. Сколько бы ни просила, бесполезно. Сходи ты в магазин для бабушки. И бухнуть принеси. Мне кажется, я могу идти, знаете, как называть все люди. Да так называл же физиогномисты. Хер их пойми. Ну бля. Ну вот в них утюбете. Вот смотришь на лицо. Ванги не ходи. К ченду сходи. Сразу, понимаешь. Сканер работает. У меня свой. Знаете, в айфоне есть лидар, бля. А у меня есть какой-то алкотестер какой-то свой. Просканировал, сразу видно. Алконавт, блядь. Запущенный. Сразу, бабушка, сходи побухать. Ты бухаешь, пьешь. Это мое право. Понимаешь, мне столько лет, когда перед тобой... Простите меня. Я могу не отчитываться. Относись ты к бабушке по-человечески. Я не пойду никуда, нет. Ну так тогда нет у тебя бабушки. Сходи, бабушки, за водкой. Нет, нету водки, нету бабушки. Бабушка, это просто пипец. Согласен. Бля, ну это, бля. Так? Не, она точно не пьет. Она просто уставшая. Бабушка просто устала. Она не выспалась. Вот видно, по человеку просто человек уставший. О, как олечко. Моя бабушка почти 30 лет проработала станочницей на заводе художественного стекла в Санкт-Петербурге. А потом еще около 20 лет домработницей. Сядь, убирала кого-то дома бедное. Не выдержала. Смотрите, бля, замахал мне этот весь срач. Непить она любила еще с молодости. Но прямо запои у нее начались примерно лет 40. Когда она разошла с дедушкой из-за его измены. С тех пор они не общаются. Поэтому я не знаю, что с ним и как он. Когда бабушка пьяная, то даже может лезть в драку. Поэтому сейчас мне очень страшно за ребенка. Бабушка еще махаться любит? Которая меня защищает. А в чем здесь дело опять? В чем дело опять? Что? Я как-то пьяница. Успокойся. Хватит выяснять отношения. А мамка нормально видно по лицу и так далее. Хватит. Она беременная. Ей нужно спокойствие. Ей нужно. А мне спокойствие не нужно. Ты же знаешь, прекрасно, как у меня на положении. Ну что такое? Ты же взрослый человек. Возьми себя в руки, наконец. Знаете, пьяная. Меня это выводит. У меня гормоны как бы. Меня это просто, ну, бесит. Мы с мамой пытались помочь бабушке. Водили ее по врачам. Но толку мало. Тут уже запущено все. Это какая-то генетическая расположенность. Потому что, как бы, у нее отец, как бы, у него такая же проблема была. Если я бы пила каждый день. Да я бы вообще не ходила, блядь, блядь. Давай что. То я бы считала себя вот по горячке. А так, блядь, я вполне нормальная женщина, блядь. Через день бывает. Политрухин, ладно. Это вообще не... Ну, если я могу и полгода не пить, и месяц, и два. Ага, это когда было? Вот, бля, по тебе прям смотришь, и вот сто пудов не пьешь. Ну, пока что нет. Господи, мне начало стыдно смотреть даже. Все, 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 все. Ты даже школу не закончила. Ни профессии, ничего. Кем ты будешь? Мало того, что безмозглая. Но забеременеть, пожалуйста. Я так скажу вам, ребята. Я вот на это все смотрю. У меня ситуация в чем-то где-то была похожа. Нет, я не был беременный. Но я когда-то жил в одной квартире со своим дедом. Конечно, не такой прям запущенный случай, но тоже любил. О, поверьте, вы думаете, что Чен начал Ютубом заниматься? Потому что он понимал, что жизнь становится очень в веселых красках. И надо, короче, оттуда делать педали. Ты молодца. Ну, все. Не, ну здесь, конечно... Я очень плохо отнесла, что Лиза бросила школу. Бабушка часто ругает меня, что я не доучилась. После девятого класса я хотела поступить в художественный колледж на реставратора. Но очень поздно подала документы. Поэтому меня не взяли. А в школу возвращаться я не хочу. Я думала, что вот я буду свободна. Буду гулять, все, что угодно делать. Мне не нужна эта учеба, не нужны эти задания. Моя мама выучилась на кондитера. Больше для галочки. И по профессии почти не работала. Короче, карьера у нее не сложилась. И теперь она отыгрывается на мне. Хочет, чтобы я четко знала, что мне нравится делать и кем я хочу быть. Кем ты будешь? Вот ты не отучилась. Если ты не будешь учиться, знаешь, какое у тебя будущее? Будешь получать три копейки. Я отучусь. Вот это вот, знаете, стандартное правило. Если не отучишься, будешь бомжом. Вот отучишься, стопудово будешь миллионы васи зарабатывать. Миллиардерам, миллиардерам, бля, бизнесменам. Всем будешь, только отучись. Не отучишься, все, бомжара по жизни, блядь. Я отучился, у меня есть высшее образование. И что, я что, работаю по этому образованию? Я экономист. Не, конечно, работаю, я экономлю. Экономлю. Хожу в магазин, покупаю акции 1 плюс 1. Там, когда какая-то скидочка побольше возьму. Я шучу, конечно. Ну, вы понимаете, ну, это просто бред, когда это вот говорят, что... Я согласен, знания важны. Но нету такой аксиомы, что знание равно деньги, не знаю, независимость и так далее. А нету знаний, значит, ты бомжара. Я ржу и буду. Это твое будущее. Я обязательно буду учиться. Вот. Вот. А ты училась на кондитера, шо, блин? Где твои торты? Нужно учиться. И иметь какую-то хотя бы профессию. Вот тогда ты будешь, ну, как бы, хорошо стоять на ногах, и ты не будешь бояться ничего. Ну, даже жизнь с такой бабушкой не кажется мне ужасной после того, что я пережила в детстве. Мама с татухой, заметили. То есть у мамки рука забита в татуировке. Когда я была маленькой, у меня была хорошая, настоящая, дружная семья. Пока папа не потерял свой бизнес. Мне тогда было пять лет. Папа замкнулся в себе, отдалился от мамы и от меня. Тоже начал бухать. Помню, как я просила его почитать мне книгу или погулять. Но ему было не до этого. Потому что в его жизни появились алкоголь и наркотики. Весь этот ужас длился два года. Но самое страшное было то, что отец начал бить мою маму. И однажды я чуть не потеряла ее. Я помню, что папа пошел в неадекватном состоянии. У него в руке, то есть, ну, пистолет. И моя мама стоит, гладит белье. И просто отец сзади подходит и такой, типа, наставляет на нее его. Начал ее, типа, пугать, трясти, типа, пытаться на курок нажать. Вот. Мне очень страшно было. Да-да. Я терпела, 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 терпела. И в один день, просто вот в один день взяла и все собрала. Естественно, я пошла к маме. Маме было очень тяжело. Отец ничем не помогал. И она тянула все на себе. Я почти не видела ее, потому что она работала на нескольких работах без выходных. Мама очень старалась. Очень. Самый родной человек, ну, как бы, дочка, ну, в общем-то, у меня на первом месте. Прошло уже 10 лет. Папа, алкалолик. Но я до сих пор не могу забыть тот ужас, который пережила с отцом. Поэтому видеться с ним особого желания нет. Мама говорит, что он вроде так же живет в Питере. Семьи новой нет. Пьет и сидит на наркоте. Ему до меня нет никакого дела. Мама его покажет? Он очень интересуется. То есть в моей жизни, как бы, от него никаких, никакой помощи не было. За все время, пока мы живем без папы, мама так и не устроила свою личную жизнь. А ведь она у меня еще молодая. Ей только 44 года. Ищу мужчину для своей мамы. Я очень хочу, чтобы она встретила своего мужчину и была счастлива. Знаете, есть проект «Одинокий папа», а есть проект «Одинокая мама». О, это наше, так понимаю... Это звонит Влад, отец ребенка. Ну, слушайте, по виду ему ни хрена ни ш 15, ни 16, ни 17 лет. Мы познакомились два года назад. Влад написал в социальной сети. Предложил встретиться. Я тогда могла тусить днями, и мне было интересно знакомиться с новыми людьми. Поэтому я согласилась. Он мне сразу понравился, потому что он такой... Ну, у него улыбка очень обаятельная. И тогда он выглядел очень хорошо. Тогда выглядел хорошо. Слово «Тогда». То есть, не просто выглядел... Тогда выглядел... Сейчас, конечно, вы знаете так себе, но тогда выглядел хорошо. Конечно же. Ну, симпатичная такая маленькая, обаятельная. На тот момент Владу было 24. Он мне сразу признался, что только вышел из тюрьмы. Его посадили на 4 года за угон автомобиля. Пацан как бы это, вертелся. Выпасть и угнал машину. Грубо говоря, из-за колес. Колеса понравились. Меня как-то не смутило, что власть сидел в тюрьме. Потому что это было в прошлом. На момент знакомства у него уже было свое дело. Он покупал старые тачки. Ремонтировал и продавал их. Так он угонял. Я не думаю, что он покупал старые. Он покупал старые. Перекидал какие-то детали. Сунганые машины. Продавал. Денег хватало, чтобы полностью меня обеспечить. Поэтому я ни о чем не парилась. И во всем полагалась на Влада. Влад был таким добрым, заботливым. У меня это подкупило очень. Поэтому начали встречаться. У нас все так быстро закрутилось с Владом, что через месяц я уже познакомила его с мамой. Она была не просив, чтобы мы встречались. Потому что до знакомства с Владом я четыре года курила ***. Как только... Кого ты курила? Наркоту? Типа траву? То запикали. Ты не боролась со мной, мама. Но ничего не помогала. Говорит, я шикарно проводила время. Вы понимаете, с друзьями. В подъезде всяких. Я курила траву, блядь. Прям... Влад сказал жестко, что или я бросаю, или мы перестаем встречаться. И ради него я завязалась ***. Я благодарна Владу за то, что он как бы... Нет, там не трава была. ...поградил это все употребление. Он к ней хорошо... Да, травка. Все, не, нормально. Я вижу эту заботу. Отец Влада умер 10 лет назад. После его смерти мама продала их общую трехкомнатную квартиру. Купила двухкомнатную. А оставшиеся деньги положила насчет сына. Сейчас Влад живет у мамы. Еще у него есть родная сестра Люба, которая старше его на 15 лет. Ага. Она живет отдельно. Занимается продвижением товаров через интернет. Но для мамы Влад любимчик. Она прям пылинки с него сдувает. Мамы любимый, конечно, Влад. Ну, видно ее радость, когда она про него говорит. Когда она с ним общается по телефону. У нас просто не такие близкие отношения с мамой. Я такой человек, что я ей много чего не рассказываю. Мне так проще. Мама это знает, поэтому он старается меня не напрягать в этом вопросе. И как-то у нас нет такого прямо тесного контакта. Мне за Любу переживать нечего. Она сама за тебя поставит. Потому что она такая, она сильная. А сынок у меня, типа, что, бля? Сыкун или что? В смысле, типа, за дочку переживать? Ну, за пацана бедненький, да, сынок? Так часто бывает, знаете, когда вот ребенок младший, либо сынок в жопу вылизанный. Вот за нее совершенно спокойно. Владик более мягкий. Привет. Привет. Ты голодный? Да. А что, надо погусть? Все, давай, присаживайся. Так, пирог с капустой. Сейчас супчик дам. И макароны с курицей будешь? Да. Влад для меня все. Я понял. Я его очень люблю. А еще надо, Влад, когда отсидел 4 года, маме еще стало скучнее, как бы, знаете, тут уже мамку чуть-чуть покрутило, что сын главный и все. У Влада было не до получения высшего образования. Нужно было как-то зарабатывать на жизнь. Поэтому он стал торговать машинами. Его мама 5 лет работает посадомойщицей в училище. Зарплата у нее маленькая. Поэтому Влад главный добытчик в семье. Молодец. Зарабатывает деньги. Я не представляю жизни без него. Он мой защитник. Он моя опора. Мама, она та же, сестра. Это родственники. Это, естественно, для меня близкие люди. Если моя мама без проблем приняла Влада, то его маме я не понравилась еще во время знакомства. А когда она узнала о беременности, то вообще возненавидела меня. Потому что подумала, что я специально забеременела, чтобы удержать Влада. И, если честно, в начале отношений я сама предложила ему заниматься сексом, не предохраняясь. Но сделала это по другой причине. Я думала, что не могу иметь детей. С молодым человеком, с прошлым. Я встречалась два года. Просто мы не предохранялись. А этого не происходило. Да. Это тот случай, когда сексуальным воспитанием ни хрена не занимались. То есть... Ну, если два года ничего не происходит, значит, все обездетно. А то, что там могло быть, то есть, не в нужный день, когда овуляция и так далее, сейчас скидывают другие ребята, особенно пацаны. Кто? Кто такая овуляция? Вот это, говорю, сексуальное образование. То, что может быть чувака там. Мало разных причин может быть. Ты хотя бы сходи к гинекологу. Не, если не забеременела, значит не забеременела. А тут такая, типа, в смысле? Лиза мне говорила, что она бесплодна. И поэтому, как бы, ну, я не переживал особо там, то, что она забеременеет. Мама Влада с самого начала не верила, что я могу быть бесплодной. Ну, как ты со своей Лизой? В этом гинекологу. Ты понимаешь, что она врет? Каким? Ты можешь быть профаном, чтобы тебе девочка сказала, что у нее там непроходимость труб там или что-то. Вот я таких еще вообще не видела. У тебя есть я. Ты мог бы спросить об этом. Да, я вижу, ваше семье это прям обсуждается трындец как. Ладно, нам тебя не спрашивают. Это тоже взрослые люди, мама. Что взрослые люди? Я так думаю, что она беременностью хотела удержать. Младенька. Убирайся отсюда, пока отец в лестницу не спустила. Что там у тебя? Я поздравляю, у вас будет мальчик. А ты вам скажешь? Я ему звонила всю ночь, где ты был. Ну ты что? Я не хочу с тобой мириться. Отвали от меня. Он тебе изменит только раз как будто. происходит. Либо ЗАГС, либо ты ребенка не увидишь. А я просто считаю, что тебе ему отдала шанс. Я не с ним уже. Давай. Выскочь, забережи. Сколько можно? По бабам. По-моему, заслежу. Ребенок здесь печем. Ну-ка, хватит орать там. А он бухает. Достали уже. Да они в одной комнате. Ну да, там есть двукоматная квартира, бабушка отдельно, стопудово. Давайте. Мы с Ладом занимались сексом, не предохраняясь. Это мы поняли. И ничего не происходило. Как тут такое. А тут на тебя. Ну, у меня вздержка сильнее уже. Я думала, что у меня киста или я заболела просто чем-то. Как сейчас помню. Я пошла в аптеку и купила тест, чтобы просто исключить беременность. Ну вот я сделала тест, я, когда увидела, я вообще... Ну, в общем... Компотка ясна. Тряслись очень. Тогда я очень переживала, как отреагирует Влад на беременность. Вдруг скажет делать аборт. Бог дало все, значит, озарарить. Радовался так прям вообще. Ну, то есть, это было мило. Я вспоминаю это прям. Мило. Мило. Я все-таки не бездетно. Вспоминая его реакцию на ребенка, наворачиваются слезы. Если бы кто-то тогда мне сказал, как же подло вскоре поступит со мной Влад. Как быстро летит время. От осознания того, что у меня целых 25 недель, голова идет кругом. Больше половины беременности позади. И самое главное, я наконец-то узнаю пол ребенка. Вот только моя медкарта для УЗИ осталась дома у Влада. А там его мама, тетя Лена, которую я видеть не хочу. С ней у нас отношения напряженные. Она очень ревнивая и не хотела ни с кем делить сына. Уже через месяц после знакомства я переехала к Владу. В одной комнате жили мы с ним, а во второй его мама. Конфликт у нас были каждый день. Влад пытался с ней поговорить, но все было бесполезно. Она постоянно докапывалась до меня и хотела выжить из их дома. Реально пристает, реально оскорбляет, может орать там. Все очень неадекватно. Я скажу так, видно по девочке, что она типа неконфликтная. Вот прям видно, что она вот терпила по жизни. То есть вот ее могут бабушка там в общем-то мозги вставляет, мама мозги вставляет, тут еще мама пацана вставляет, то есть бабу загнобили жестко. И чтоб я сдохла от вот этих он говорил. Я вот считаю, что это все-таки материнская ревность. Она ненавидит всех моих девушек. Кто бы у меня дома не был, она всех ненавидит, вообще всех. Оказалось, что мама Влада любит выпить. Когда она напивается, то бросается на меня и обзывается. Короче, у нас это выпуск алкашей, я так понимаю, да? То есть мамки алкаши, бабушки алкаши, папки алкаши. Терпеть ее пьянки невозможно. Я всегда хотела сдерживаться, всегда, потому что это его мама все-таки, мама его молодого человека. Я не имею права там как-то, ну, естественно, на ты даже перейти. Я даже когда ругалась с ней, всегда на вы. Такую, как Лиза, я не хотела. Девочка не учится нигде, не работает. Лиза – это ни о чем. Я не выдержала пьянок и ненависти мамы Влада и съехала к себе домой. Раньше я еще думала, как наладить отношения с тетей Леной. Хотела, чтобы наши мамы познакомились, но теперь мне пофиг. Здравствуйте. Что ты тут делаешь? Я забыла с вами медицинскую карту у вас. Послушай, Лиза, я тебе сказала, что ты больше сюда никогда не ходила. Ну, можно назвать ее амебой. Ну, такая, бесклеточная, то есть, которая, ну, вот ничего в жизни не надо ей. Ей лишь бы отдыхать, спать, гулять, куда-то сходить, там, в какую-нибудь кафешку. Ты нам всю жизнь отравила, змея. Она говорит, что, чтоб он сдох, ребенок. Я вообще в шоке. Забирай карту, и чтоб твоей ноги здесь больше никогда не было вообще в моем доме. Ты поняла это? чтобы вам приходить вообще. Чтоб я твое лицо вообще забыла. Это вывезло. Понимаешь? Так это вывезло. Чтоб забыла. Убирайся отсюда, пока отец лестницы не спустила. Именно из-за такого отношения мамы Влада я ушла из их дома. Даже и сказать-то нечего. Вот и настал день, когда я узнаю пол своего будущего ребенка. На УЗИ со мной пошла мама. Специально ради этого она даже с работы отпросилась. Ранняя беременность это совсем не здорово. Сначала, конечно, радости у меня не было. Это однозначно. Был страх, как бы, что все, ага, как же моя жизнь? Как же я, как бы, ну... Сердечко 4 камеры. Все убьется хорошо. А патологий никаких нет? Все в порядке с ребенком? Все в порядке с ребенком. Все измерения в пределах нормы. Никаких отклонений, патологий я не вижу. У ребенка еще не говорили? Нет, еще не говорили. Я поздравляю, у вас будет мальчик. Мальчик здоровый. Хорошо. Я пол, она эмоции максимально сдерживает. Мальчик, хорошо. Я когда услышала, что у меня будет сын, я просто, ну, я так была счастлива. Мальчик, это хорошо. Будет помогать, когда вырастет. А ты вам скажешь? Ну, зачем? Ну, как зачем? Ничего себе. Слава, ну, нахер наварить. И его ребенок? Не только твой. Ну, может, смс напиши хотя бы. Зачем? Ну, хоть что-нибудь. Лизнь, может быть, хватит уже, но... надо же помириться. У вас же ребенок будет. Ну, ты не права. Я не знаю, короче. Ну, дело твое, ну, короче, мне надо на работу уже идти, время. Понятно. Почему на УЗИ со мной нет Влада? Сейчас расскажу. Мы жили у мамы Влада. Я была на 10-й неделе беременности. Влад сказал, что идет работать в ночь. Нужно срочно отремонтировать машину заказчику. Он так спешил на работу, что забыл дома свой второй телефон. Я полночи ждала, когда он вернется и из любопытства решила посмотреть, что в его мобиле. А там любовница. Там был открыт его аккаунт в социальной сети. В сообщениях я нашла видео, которое он только что выслал своему другу. То, что я увидела, навсегда изменило наше отношение с Владом. Он там кого-то ошпехал? Увидела там видео, как он просто свою бывшую трогает спящую. Ну, то есть, она пьяная просто вот. Пошел машину сремонтировать. Бля. Дорогая, прости. Там машина лежит. Ой, стоит. Нужно ее завести. Вот, и он тоже пьяный вообще. Ну, слышно по голосу за кадром. Я бы показала вам это видео. Ну, это залет, да. Он вот разбился. А что написано «Зайку маленькой кисть кушать? Есть, есть борщ, рассольник, куриный суп, гуляш, грешки сегодня». Привет, хочу встретиться в детский магазин. Хочу зайти. Парал телефон и удалил все фото и видео. Он просто потрогал, типа, сказал, типа, ***. Вот, и выробил видео. Ну, вот. Я такая думаю, да, ну, ***, типа, ***. Короче. Мне больно до сих пор. Да-да. Каждый день я прокручиваю это видео у себя в голове. Влад врал мне. На самом деле пил со своей бывшей девушкой у нее дома. И мало того, что они напились в хлам, так он еще и приставал к ней. Это бывшая моя девушка там, с которой давно не виделись. Она пригласила меня выпить. У меня там что-то было ***. И снова уснул, а я остался, и, грубо говоря. Ну, хотелось бы, нет, по попью отдать. Лежала вот так вот. Угу, по попью, да. Так что, я думаю, там только по попой все не закончилось. По заднице своей кёплой. Я в тот момент как раз разговаривал с другом, короче. Я говорю, сейчас смотри, что я тебе покажу. Вот взял, нажал на видео и вот взял ей по заднице. Несмотря на то, что я беременна, оставаться с Владом я просто не могла. Поэтому сказала, что между нами конец. Меня обидно, меня предали. Чувство пустоты такое, что, блин, человек, от которого я нашу ребенка, то есть так поступил. Я думала, что боль утихнет, но с каждым днем она только растет. После УЗИ мне стало невыносимо, потому что теперь я знаю, что у меня будет сын, о котором Влад так мечтал. Мечтал, но предал нас двоих. Все это съедает меня изнутри. Девочку жалко немного. Хватит. Я обещаю себе не думать о нем. Подожди, давай поговорим. Не хочу с тобой разговаривать. Молодцы. Не хочу с тобой разговаривать. Что ты хочешь? Ты не изменил, что ты хочешь? Я не изменил тебя, не так смелаю. А видео это типа неизмена? То, что другую тенку за хуй трогаешь? Это неизмена, правильно? Кит, если что, пожалуйста. Если ты увидишь шуру, я там шопку-то, я просто что-то пробую. Тестирую. Это неизмена. Поняла меня? Человек умные слова говорит. Если там что-то шуры-муры, это неизмена. Это измена, ты трогаешь. Все, перестань. Перестань, давай помиримся, пожалуйста. Я не хочу с тобой мириться. Отвали от меня, отстань от меня. Я не хочу с тобой разговаривать, отстань. Не понимаю, как Влад может так легко и просто предлагать помириться, как будто ничего и не было. Ну да, тебе нужно извиняться. Меня накрывают вдвойне, потому что он лапал не просто какую-то девушку, а бывшую. Это была его бывшая. Все, это вообще, это для всех баб такие, да, согласна. Если бы какую-то так, то а бывшую, блядь, недопустимо, блядь. Просто он должен был удалить ее номер, контакты, вообще забыть ее лицо, порвать все фотографии, которые могли быть, соцсетей все поудалять, нахрен. А ты еще жопу ее трогал, блядь. Нет тебе прощения. Я сразу узнал ее на видео. Друзья Влада рассказывали, что они познакомились на какой-то тусовке. Она сразу понравилась ему, и он сильно сохнул по ней. Дарил ей подарки и цветы, ухаживал и добивался. Они встречались три месяца, потом эта девушка изменила Владу. После измены Влад расстался с ней и где-то через месяц познакомился со мной. Когда Влад рассказывал мне о своих прошлых отношениях, что клялся, что там все кончено. Если даже общается с ней, то просто из вежливости отвечает на вопросы. Как дела? Так он говорил и о других девчонках, с которыми общался в соцсетях. Он уверял, что это просто подруги, одноклассницы, и все в таком духе. Какая же я дура была, что верила его словам. Возможно, его бывшая это просто одна из многих, на измене с которой я могла его словить. Мало ли, он с этой девушкой переспал. Я же никогда этого не знаю, не могу узнать. Он там не сидит в колледже, грубо говоря, внизу не бери. И ты такой, там, по какому бьешься, но, блин, там реально сложно проявить, потому что там вообще не было. После того, что... То есть, получается, что он только что ответил, что да, я тебя с ней переспал. Плат сделал. Я вообще не хочу, ну, не знать его, не видеть и ничего общего иметь с этим человеком. Мне позвонила Люба, родная сестра Влада. Наверное, он отправил ее со мной поговорить. Но даже если и так, с ней я встречусь, потому что у нас с самого знакомства прекрасные отношения. Она поддерживает меня и всегда дает совет. Люба, его сестра, очень хорошая. Я даже могу поделиться, ну, с ней какими-то переживаниями, там, про Влада, там, то, что меня волнует. Она поддержит, там, выслушает. Она мне понравилась, наверное, потому что я начала видеть, что он... Мой брат не просто увлечение, а что она что-то к нему испытывает, какие-то чувства все-таки. То есть она не заботилась. Юношеская любовь, она такая. Страшно как-то, не умея, но приготовить ему кушать, приляжет к нему на плечи. Так как-то такая детская наивность у нее была к нему. Несмотря на то, что у меня с Любой хорошие дружеские отношения, я обращаюсь к ней на вы, потому что она вызывает у меня большое уважение. Люба сама воспитывает двух сыновей. Одному два года, а второму шесть лет. С отцом детей Люба прожила пять лет в гражданском браке. Разошлись исключительно из-за бытовухи, не смогли жить вместе, остались замечательные дети. Я чувствую себя самым счастливым человеком. Что там у тебя? Как дела? Рассказывай. Да, с Владом отрастались. У вас же были хорошие отношения изначально. Ну, так это было замечательно. Это же было до этого поступка. Я считаю, что нас каждый второй мужчина изменяет. Это, в принципе, не новость. Ну, просто... Взываю мужской совет канала Чендов. Пацаны нас обвиняют. То есть, получается, 50% моих зрителей мужики. Из них еще... Ну, ладно, берем там детей, бабушек, дедушек. Меня же там много... Блядь, каждый второй. А я первый считаю или второй? То есть, если я первый, значит, где-то есть второй, правильно? Китти, я не измеряю. Я тебе честно говорю, Китти. Я верный. Что ты тайный, блядь, рассказываешь, блядь? Любовь моя. Просто, так как Лиза молода, еще она считает, что все-таки так не должно быть. Да просто, пока девушка беременна, так поступать, мне кажется, это неправильно. Ну, ты знаешь... Пока беременна, изменять неправильно. Вот как только родила, хоть дерево трахай. Вообще ничего я не имею против. Но пока я беременна, не. Опять нас обидели, ты посмотри, нас уже дебилами сделали. Что значит, женщина развивается быстрее, чем мужчина? Ну, чуть-чуть мы это, может быть, мы просто юмористы, мы с юморком бываем. Все время мужиков унижают, заметили? Эти бабы из меня и тупые. Я вчера с ним встречалась, и он говорит, что очень сожалеет обо всем случившемся. Что тебе? Нормально сейчас по теткам бегать с молодой девчонкой? Заканчивай. Сколько можно? По бабам, кто не заслужил? Понимаешь, что сделала некрасиво, непорядочно, не хочется семи детей. Я просто считаю, что людям надо давать шанс. Ну, я не хочу, нет. Он мне сделал больно и своим поступком, я столько проплакала, сейчас он мне противен просто. Это все на эмоциях, это гормоны, и я это вижу, и я это чувствую, что она его любит, и она простит ему. Я понимаю, что Люба, как сестра, хочет только лучшего для своего брата. Да. И может, в глубине души мне хочется верить, что он не изменял, и все закончилось на одном дурацком видео. Я не готова принять позицию Любы. Сто пудов, только жопку потрогал, только вот так вот пожмакал, и все, и такой, говорит, потрогал, говорит, все, спасибо, я домой. И никогда не соглашу, что все мужчины изменщики. Молодец, умничка, Чен поддерживает, не все мужчины изменщики, и ты что? А то сделали вообще, блин, сразу, пацаном вас. Я решила, что мне нужен чей-то взгляд на эту ситуацию со стороны, поэтому написала своей подруге Анжеле, чтобы все обсудить. Мы не виделись больше трех месяцев. С моей беременностью мы как-то отдалились друг от друга. Я уже не могу тусоваться, как раньше, но и общих тем для разговора стало меньше. Анжела, ты с которой курили? больше десяти лет, и не смотря ни на что, я считаю ее близким человеком. Ничего, как там у тебя дела? Да все плохо, поссорились. Почему? Он не изменил. Не прощай, не вдумай. Да, о, теперь тут вступает подруга. Знаете, как вступает сестра, а эта подруга, нет, все, все, он насрал тебе в душу. Все, ни в коем случае. Он тебе нужен? Зачем? Я его люблю. Вот эти подруги. Ненавида на Влада, я думаю, по трем причинам. Во-первых, он сидел, во-вторых, он старше, и у него через каждое слово мат-перемат стоит. Он здесь не только первый раз как будто это происходит. Ну, такое именно, когда я нахожу, ну, такие вещи. А переписки до этого были? Ну, все переписываются, мне кажется. Да. Особенно, когда девушка беременна, а он переписывает бабы другими. Ну, конечно, это обидно. Она вечно палит переписки, там, какие-то поступки, какие-то пересечения с другими бабами. Я не знаю, послать его куда подальше и жить одной с ребенком. Ну, расстанемся, значит, расстанемся. Ну, и прекрасный, слава богу. Да, только дело в том, что подруга с тобой жить не будет, но она, главное, что она умеет советовать. Расставайся, бросай, а ты помогать будешь. В смысле, он мне все никогда не нравился. Влад хотел, чтобы я все свое время уделяла только ему и ревновал меня к моей лучшей подруге Анжеле. Она чувствовала то, что не нравится ему. Из-за Влада мы одолелись друг от друга, поэтому, конечно, Анжела не любит его. Не то, что мне ненависть к нему, блин, просто я не понимаю ее выбора и его отношения к ней. Мне просто Лизу жалко. После встречи с Анжелой я пришла домой, и там меня ждал неприятный сюрприз. Бабушка пьяная? О, Юлия, нет. Вступает главный актер. Для бабушки, как всегда, ничего не можешь. Для своих девочек погулять все можешь. Да, могу. А то, что надо? Бабушка, ну тебя и заточка, честно, на маньяка ты в детских похожа. Фу, бля. А мне надо выпить, например. Даже элементарно, как я тебе куплю выпить, если мне не продают и мне 18 лет. Я реально уже устала жить с бабушкой, потому что это тяжело. Я реально устаю, потому что я еще и беременна, она бухает. Вот твое отношение ко мне. Хорошо, хорошо. А квартира, где ты живешь, кто купил бабушка? Своролась и ушла. Не нравится что-то тебе. Все, соберусь. Скоро перееду от тебя, поверь, да. Это скоро я жду 10 лет. Я же сказала, что перееду. Канал? Возьму и перееду, да. Ну давай в канал. Давай, давай. Когда мы жили с Владом, то планировали, что пока я беременна, он накопит денег, и мы купим небольшую студию, где-то возле Питера. Не завидую девочке. А сейчас я даже не знаю, куда, и главное, на что съехать от бабушки. Вот видно, вот знаете что? Что девочка максимально неконфликтная. Вот вообще максимально неконфликтная. Это я еще такой, знаете, подрывной халере. А это прям вот спокойная, покладистая, и у нее такой звездец. Там, бля, пацан. Тут бабка. Представляете, домой приходишь, бля, там мамка этого пацана, больная на голову, тоже алкоголичка выгоняет. Приходишь домой, бабушка. Че, бля, бабушке, блохола не принесла, начали, бля. В такие моменты понимаю, что не о такой жизни мечтал. Да-да. Я понимаю, что нужно отсюда переезжать, но только не понимаю, куда. В сто пудов. Реально, а куда переезжать? Опять Влад. Не хочу с ним разговаривать. Уж если сильно надо, утром перезвонит. Че такой дерганный, ну ты? У тебя Лиза-то, к***, что? Да. Настроения нет вообще. Ты семью хоть целом, ничего себе. Она не алло вообще, короче. Дальше-то че будет? Да пока я не знаю. Поехали, бухнем. Да я хочу бухать, я завлю. Не хочешь бухать, так найдем, чем заняться. Поехали, кайфанем куда-нибудь. Ну с Лизой бы отношениях ты молодец, че. Давай, короче, сегодня кайфанем. А завтра поедешь с Лизой, там свои проблемы решать. Ну так че? Ладно, все, конечно. То есть бухать не будем, кайфанем это шо значит? Просто мне интересно, шо значит для пацанов кайфануть? Но за руль можно сесть после этого. Я ж думаю, не кальянщик покурить, правда? Кто это? Бабушка пришла. Придор твой, наверное, пришел. Иди давай, открывай. Мысль, мысль. Эта бабушка просто закрылась и забыла, как дверь открывается. Пали, ничего не предвещало, никаких событий, и тут звонок в дверь. Да он пришел, он. Я даже не поняла, кто это может быть. Ты че, угарал? Я его. Ты че пришел-то? Ты время-то видел? Ты че, угарал? Что, радостно? Я за руль плянами не сажусь, ты шо? Да фу, да уйди, да ты мерзкий. В себе вообще? Нормально? Да ты бесишь, ты меня на живот давишь, когда ты обнимаешь мед. Зачем ты пришел-то? Поговорить? Слушай, Влад пришел под препаратами. Я точно знаю это состояние. У меня пришла дрожь по телу, потому что как будто сплыла картина из детства, когда папа приходил такое же. Я просто была в шоке от поведения Влада. Мало мне нервов сделал с этими бабами, так еще и это. Вот сейчас, когда Лиза там бросила, можем там чисто, грубо говоря, снять стресс. Чисто вот ради этого, грубо говоря. Нафиг он приперся ко мне в таком состоянии? Что сейчас скажет мама? Она хорошо относилась к нему и даже хотела, чтобы мы помирились. Но после увиденного я даже не знаю, чего ожидать. Так, что здесь опять происходит? Возьмите, группа поддержки. Что такое? Что ты приперся? Поговорить пришел. Давай. Вы, выскачи за дверь. Я поговорю с тобой. Давай, давай, выскакивай. Я просто обалдела. Ну как так вообще? Возможно такое. У тебя девушка беременная, ты приходишь просто невменяемый. Естественно, уважение уже... Девке не потфортила. Его уже не будет. Я так перенервничала, что не смогла уснуть всю ночь. А утром я решила рассказать Любе о том, что случилось. О, бля, Нашла кому рассказать? Алло, здравствуйте, Люба. Здравствуйте. Я бы хотела кое-что вам рассказать. Давай. Он просто пришел сегодня вообще не в адекватном состоянии. Видно, что он был в наркотиках. Шмар. Это что? Я в шоке, моя мама в шоке вообще. Или будет оправдывать сейчас. Короче, я не знаю, что делать. Я не знаю, может, вы поговорите с ним, как-то повлияете на него. Хорошо, Лиз, я обязательно поговорю. Со всем там... Спасибо большое. Это очень страшно. Серьезно. Ну ладно. И мне всегда страшно становится, что когда родится ребенок, он придет в таком состоянии. Я категорически против наркотиков. Он это знает прекрасно. Чен тоже против наркоты. Нет, это на самом деле страшная штука. Я серьезно говорю. Я не принимал, но то, что я вижу... Лиза, я с болью тебе рассказываю, в каком состоянии ты приходишь. У тебя ребенок скоро родится. Завязывай. Завязывай. Ты уже взрослый человек. Должен понимать уже. Все, подзавязывай. Все, не буду ничего употреблять. Ты же Лиза еще молодая. Тебе о ней надо заботиться. Вот. Изначально. Сейчас ребенок родится. Двойная нагрузка. Так что голову включай давай. Все, мужик сказал, мужик сделал. Все, вопрос закрыт. Любая, она как друг. Я ее советов прислушиваюсь. Она может повлиять моему решению. Хочется, чтобы у него в дальнейшем была семья. И я думаю, что с Лизой в ней все будет хорошо. И они будут жить вместе. Слушай, хватит вам уже жить по мамам. Пора уже отдельно, своей семьей, съехаться. Одной семьей жить. Так это в планах есть? С мамой же заменялись. Сейчас копейка есть какая-то. Сейчас, может, что-то доложим. Сейчас 10 миллионов. Я уже хочу, думаю, где-нибудь за Питером что-нибудь купить. Чисто свое. Чтобы у меня был. Хотя бы даже в эту комнату, где я знал, что у меня вот есть мой дом. У меня начался третий триместр беременности. Он длится с 28 недели и до самих родов. Как никогда раньше я начинаю осознавать, что до появления сына осталось не так много времени. Еще и Люба сказала Владу, что будет мальчик. И он чуть ли не каждый день закидывает меня сообщениями и говорит, что ему очень интересно, на кого будет похож наш малыш. Я безумно любила Влада. Я прям могу разрыдаться, например. По тебе и не видно, что ты какая-то, знаешь, другая. Такого не было. Мой характер прям изменился. Реально, даже мама заметила это. С беременностью Лиза, она, конечно, изменилась. Она стала такая более рассудительная, правильная такая. А до этого была неправильная. Конкретику можно было? Несмотря на то, что я скучаю по Владу, ему я не звоню и не пишу. А о том, что происходит у него в жизни, я узнаю от Любы. Ага. Слушай, в общем, я разговаривала с Владиком. Все, помещал. Он мне сказал, что уже завязал совсем. Больше таких ситуаций не повторится. Он хочет все-таки нормальной семьи, нормальных отношений. Я думаю, что он изменится. Все-таки это не только слова. Подумай. Ну, я думала, да. Скорее всего, склоняюсь к тому, что, да, простите его. Скорее всего. Да, это будет правильное решение. Может, любые права. Может, стоит дать ему второй шанс. Я чувствую, что Лиза любит моего брата. И что, в принципе, она хочет с ним быть вместе. Я рассчитываю на это, что у вас все получится. И все будет хорошо. И вы будете жить в полноценной семье. Да, я даже хочу. Конечно, я с самого детства хотела. Полную семью, чтобы все было нормально, как у всех. В смысле, как у всех? Ты сейчас общаешься с бабой, которая не как у всех. По определению она живет одна с двумя детьми. Я думаю, что получится. В конце концов, с его тяжелым детством, возможно, он... А у тебя что-то не получилось. Как она говорила, не сошлись характеры. Своему ребенку, да. Ну, у тебя получится. То, что он как бы отсидел, ну, это хрен с ним. Ладно. Бухает, наркоту употребляет. Ну, у тебя все получится. Ты главное держись. Бывшая как бы изменяет. И, может быть, только с ней. Ну, ты главное держись. Больше, чем он сам получил. Он так и говорил, да, что это насчет этого, то, что хочет, чтобы у него был нормальный отец, то есть нормальный пример. Я понимаю, о чем говорит Люба. Влад рассказывал мне, что детство у него было очень сложным. Он говорил, что вообще никогда не видел маму трезвой. Была тема. Мы пошли выйти на санках. Мама напилась. И, в итоге, мне пришлось маму тащить на санках. В итоге, я пошел до отца. В общем, привел отца до мамы. Не знаю, сколько у него было лет. Но я еще в школу туда не ходил, достаточно. То, что пришлось пережить Владу, чем-то напоминает мне то, что происходило у меня с отцом. Наше детство похоже. Это очень сблизило меня с ним. Мама не уделяла Владу внимания. Поэтому он еще сильнее нуждался в отце. Но тот в молодости сидел в тюрьме. Любил погулять. Мог днями не появляться дома. И изменял маме. Я всегда переживала, что Влад будет сильно очень похож на отца. Повадками, какими-то вот этим плохими действиями. Из-за измен мама выгнала отца из дома. Стала все чаще пить. А Влада сдала в интернат. Ему тогда было 13 лет. Он рассказывал, что весь тот год он чувствовал себя никому не нужным. И всю неделю ждал выходных, чтобы вернуться домой. Это же как нужно бухать, чтобы ребенка в интернат сдать. Никого не виню в том, что там был в интернате. Я виню маму только в том, что не надо было пить. Потому что не надо пить, когда рядом здесь. Сестра Влада, Люба, на тот момент жила вместе с мамой. Много работала и пыталась устроить свою личную жизнь. У нее не было времени и возможности полноценно заниматься воспитанием Влада. Мама частично виновата в том, что Владик сейчас ведет такой образ жизни. Интернат и какая-то доля того, что она начала употреблять алкоголь, все-таки больше времени она могла бы уделять ему в детстве. Да мама, скажу, очень даже виновата. Я в последнее время очень устал из-за лизанных обид. Поэтому решил пойти к отцу на кладбище, побыть наедине, грубо говоря, с собой и отцом. Что, папа, сейчас бы дедом встал, и внука бы уйдет. Проследился? Отца все равно как-нибудь идти не хватает. Пап, я дурак. Сидит такой ночью, делал. Она с ним даже разговаривать не хочет. Так что сейчас пытаюсь сохранить семью, чтобы ребенок рос в полноценной семье. Так как ты постоянно говорил. Эта ситуация, ну, напоминает ситуацию моего отца с матери. Я бы не хотел, чтобы у нас было то же самое с лизой. Я очень надеюсь, что если сдать второй шанс, у нас с ней будет счастливая полноценная семья. Спорный вопрос, но посмотрим. Я понимаю, что такое непростое детство повлияло на то, что Влад такой, каким он есть сейчас. У меня же и самой семейка еще та. Росла я без отца и знаю, что в этом нет ничего хорошего. Я все чаще стала задумываться, что будет, когда родится мой ребенок. Я задумываюсь, правильно ли это, что вот мой ребенок будет расти без отца. Вот. У меня много мыслей по этому поводу. Я сижу, думаю, правильно ли я поступила. Может, Влад реально готов поменяться ради меня и нашего сына? Я решила, что нужно поговорить с ним и послушать, что он скажет. А потом будет понятно, что нам делать дальше. Я написала ему сообщение, что хочу встретиться. Все-таки у нас общий ребенок. Надо что-то решать. Когда Лиза мне сказала, давай увидимся, я на самом деле очень обрадовался. В глубине души понял, что если она пошла на контакт, значит, это уже шанс на то, что... Увидев Влада, я поняла то, что я соскучилась очень сильно по нему. И то, что чувства мои не прошли, я его до сих пор очень люблю. Лиза, спасибо, пожалуйста. После этого неправильно. Ты трогал чужую бабу. Свою бывшую, прикинь, да? Когда я беременную нашу твоего ребенка. Нормально считаешь? Ненормально. А зачем ты это сделал? Не могу, а продайся. Ну, после этого неправильно. А зачем ты поехала вообще? Не знаю. Лиза, ты пригласила, поехала. Ну, а сейчас пригласи, ты поедешь? Нет. Почему нет, если тогда поехал? Потому что мне не стыд. Я не знаю, что я не думаю. Это последний раз. Фу, как черт поступил на самом деле. Ну, серьезно, там ничего не было. Я не изменял себе. Ничего большего себе, ну, я не позволял. Не правда. Не вряд. Лиза, это ты себе накрутила. Как таковой, ну, изменений-то и не было. Я Лизе и не изменял. Лиза, прости, пожалуйста. Сонар, я люблю тебя. Я люблю тебя, я хочу, чтобы ребенок просто полный национальной семье. Ты поверишь мне? Ну, может, попробуешь, хотелось. Дашь мне последний шанс. А дальше посмотрим, как будет. Лиза, я не подвиню тебя. Поверь мне. Я смотрю Владу в глаза и чувствую, что он реально раскаивается. Я только ради ребенка даю себе второй шанс. Да, я оправдаю. Поверь я. Извините. Поверь. Да, все хорошо будет. Я благодарю Лизу, что она просила меня. Надо попробовать. Начать все сначала. Смотри, какая классная. Фига, 13 400. Так дорого. Вот еще столик такой. Да, не съемная, еще дорого. И что? Он нам нужен. Надо купить. Ого, еще стульчик нужен будет. Он качается, смотри. Смотри, как дорого. 13 600. Я вообще в шоке от цен в детских магазинах. Ну, реально, это большие деньги. Я не знаю, где Влад их будет брать, зарабатывать. Ну, он же должен все купить. А что с работой? Зай, работа новая. Какая? Настройки. Я понимаю, что теперь ему нужно больше... Настройки? Финансов. Нашел более оплачиваемую работу. Настройки. Ты понимаешь, что ребенку очень много всего надо? Ну, я понимаю. Ну, и где ему столько денег возьмем? Заработал. Зай, все будет нормально. Не переживай. Все будет. Наконец-то он будет зарабатывать нормально, стабильно. То есть будет заработок какой-то. Ну, обещает хорошо. Он должен купить все необходимые вещи для нашего сына. Я так счастлива, что все налаживается. Хотя я же помню, что у него там, что там, лям рублей был, да, для квартиры. Но, скорее всего, на эту квартиру как бы и не купит. Ну, точнее, не возьмет эти деньги, чтобы потратить на ребенка. Он будет хранить отдельно. И я даже не знаю, узнает ли он на этих деньгах вообще. Ну, как оказалось, я радовалась. Он даже предложение тебе не делает. Какой заработал пузырь? Папюсер. Бабушка, это особо. Подожди, дай ему пока, чтобы он не платил. Я хотела сама валить. Ты же он неправильно все делает. Да что вы на меня налетели-то, я не знаю. Он не налетел, просто можно-то. Я так понимаю, Гладка ни хрена не будет дальше. У Влада есть деньги от продажи общей квартиры его родителей. Если еще поднакопить, то можно купить небольшую студию где-то недалеко от Питера. Поэтому Влад работает и собирает деньги на наше жилье. Ну, а пока временно нам приходится ютиться у меня дома. С мамой в одной комнате. Чему она, конечно, вообще не рада. Да-да. Мне очень неудобно все это, потому что в моей комнате. Это ненормально, я считаю. Но я хотела как бы помочь им. У него есть какая-то перспектива все-таки. Хотя бы купить хотя бы комнату. Поскольку мы с Владом помирились, я решила, что мне нужно наладить отношения с его мамой. И сама предложила навестить ее. Как малыш. Высказала, вылезет. Вылезет-то, вылезет. Лизу покормить было чем, когда вылезет. Ну, ладно, Владик будет кормить там все. Но сегодня он кормит, завтра он потерял работу. Жрать вам будет нечего. Мы же вас ничего не просим. А у меня нечего просить, я пенсионерка. Я все пропила уже. Как вы собираетесь дальше жить? Владик сейчас работает. Мы хотим, не знаю, что-то типа студии или однокомнатной взять. Можно однокомнатную взять. Просто не в Питере, а около Питера. Это еще, знаешь, виллами по воде писано. Куда вы собираетесь? Сейчас будет, подожди. Когда сейчас? Сейчас начну поработать чуть-чуть. Вы ведь расставали же все. Вот что ты прям клещами к нему пристал? Вот что? Вот вцепилось и все. Вот такие есть мертвые хваткой. Просто я хочу, чтобы мы отдельно жили без мамы. Мы с Владиком знакомы уже в два года. А я твою маму в лазань не видела. Так если она не хочет. Она не хочет? Я не хочу. А как мы будем сейчас в доме отличать? В те отношения, да. Вот там познакомишься. Да? Да я через Влада подарю тебе цветы. Или там что, ребятенку. Почему? Почему я за, чтобы вы пришли, познакомились? Да если она не хочет знакомиться. Так она просто неконтактная. Мне это не надо, в общем, я говорю. А ребятенок нужен? Внучок нужен? Да, конечно, нужен. Я сделала все, что могла, чтобы наладить отношения с мамой Владу. Я очень рада, что все налаживается. Я решила поделиться новостями со своей подругой Анжелой. А подруга прям поддерживает тебя в плане отношений. Я даже не представляла, какой будет ее реакция. Как ты не представляла? Она не любит твоего чувака, блин. Я вам сейчас скажу. Ты знаешь, я с ним помирилась. Она скажет, боже, как я счастлива. Слава богу, наконец... Я думал, что ты об этом не поймешь, но... Поддержим. Ну что, как с Владом? Помирилась. Серьезно? Да. Ты тупая? Я честно, я другую реакцию не ожидал. Я не знаю, почему она думала, что будет другая реакция. Ну, как я понимаю, она выбирает Влада, потому что... Ну, как мы с мамой ее разговаривали, что на него многие виснут, бабы, а он, типа, выбирает ее. Ее это, как бы, ну, задевает. Баб много, а он вроде бы с ней. Вроде бы. Ну, зачем тебе мириться человеком, который тебе изменяет? Что за глупый вопрос? Он меня не изменяет, просто человек оступился один раз. Оступился один раз? У каждого бывают ошибки. Это какая, по счету, ошибка? Это не повод рушить семью, правильно? Лиза, он ее рушит, не ты. Ему это нафиг не нужно вообще. Он привык, что она прощает ему любой вот косяк. Сколько их было, она прощает его постоянно. Мне как бы у нас подруга делится. У нее вот эти очки розовые от своей любви, как она говорит, и все. Она не замечает ничего. Так, а что мне еще делать, если я жду от него ребенка? Конечно, мне нужно взять. Ну, а как другие люди бросают, как бы уходят, да? Живут с ребенком, воспитывают девушки, ничего. А с чего он в жизни сам добился хорошего? Квартира у вас есть? Все будет. Когда будет? Я думаю, он будет сидеть ночами с ребенком, тебе паперсы менять, он пухать будет ночами, Лиза. Я своему молодому человеку верю, что он изменился, потому что я буду... Он даже предложение тебе не делает. Долго этот детский сад будет предложаться у вас? Ну, я не понимаю, как можно себя вот так вот не уважать, не любить себя, чтобы пришли в такую измену. Ну, такое хотя бы отношение, да? Может быть, самой там изменой не было бы ничего, но, мне кажется, это уже большой звонок о том, что он ее тупо не ценит. Я просто с тобой поделилась, я не знала, что у тебя реакция такая будет. Адекватного человека реакция? На такого идиота, а не парня? А может, Анжела в чем-то права? Влад до сих пор не сделал мне предложение. А ведь у нас вот-вот появится малыш. Я решила, что нужно поговорить с ним об этом. Самое главное, что нужно сделать, это предложение, да. Дядя, когда мужа пожарился, потом в ЗАГС придет. Я так-то беременна. Нет. А то, что он как бы по залету, это как бы не волнует. Там, если ребенок потом так усил, так, подождите. Я родился 15 ноября, а свадьба была 10. Что-то, короче, мам, не сходится, что тут по любви все прямо. И родился я в браке. Как-то 5 дней разница, а не 9 минимум. А это не важно. Главное, что ты родился, когда мы уже были в браке. А то, что ты как бы, ну, не запланированное, это такое. А почему мы не можем? Потому что сейчас работа. Так просто расписаться. Никто не просит тебя деньги на файл тратить. Ребенок родиться. Эти женские эти правила. Просто расписаться. Так ребенок должен родиться в браке, ты понимаешь? Ты сказал, что должен. Что, где-то написано, что-то ничего. Вот так не родиться? Тогда хорошо. Тогда ты не хочешь ребенка увидеть? Бля, это шантаж. Потому что ты ему никто. Короче, все, я здесь классно. Вот это бред. У бабы сейчас начинаются эти вот проблемы, понимаете? Вот есть женская логика, есть мужская. Я понимаю, что мне очень много смотрит девочек, но и пацанов тоже дохрена. Девочки, если вы меня сейчас смотрите. Поймите, а-ля, если вам кажется, что если вы распишетесь, и это каким-то чудом повлияет на то, что мужчина останется с вами, вы глубоко ошибаетесь. Мужик с вами не потому, что он с вами расписался, либо что-то еще. Если он надо, ему уйти, он уйдет. И никакой там штамм в паспорте, и даже ребенок его не остановит. А у бабы другая тоже проблема. А-а-а, если ты со мной не распишешься, значит, и ребенка не увидишь. Че ты, бля, несешь? Либо ЗАГС, либо ты ребенка не увидишь. Боже, бред. Я сказал, пока ЗАГС не может об этом речь идти. Все, и сказал. А я тебе тоже все сказал. А почему тебе ребенок? Ребенок где-то причем? Это бред. Посмотрим, кем он лежит. Может, я очень резко поговорила с Владом? Ты правильно в этом моменте была? Видео, на котором он лапал бывшую девушку, и после разговора с подругой, у меня просто сорвало крышу. Если бы он сделал мне предложение, для меня это было бы доказательство его любви. Может... Че? Блядь, это вторая, вот, знаете, вторая дурная мысль у девок в голове, если думает, что «Ой, если бы предложение сделал, да, наверное, тогда бы он точно мне не изменял. Все женатые мужчины, они не изменяют. Я об этом точно знаю. Да-да-да, только все не женаты изменяют». «Я зря себя накручиваю, но ничего не могу с собой сделать». Ух, нет, у нее, конечно, чуть-чуть детства в жопе ирает. «То очереднее, у меня такая тема. К прохожему могу даже приорюновать, то, что он посмотрел на нее». После нашей ссоры Влад пропал. На звонки не отвечает, трубки не берет. Я даже его маме позвонила, но и там его нет. Ну, а ты чего такая грустная? Влад не звонил, трубки не берет сам. Я ему звонила всю ночь, где ты был. Я нервничала и плакала всю ночь. Одно и то же все время. Он сам с какой-то бабой гуляет. Ну, так я это и не исключаю. Такое же уже было, правильно? Он не хочет менять ничего, ты видишь? Дальше-то что будет? Какой же из него отец? Но он сказал, что все изменится. Он еще не нагулялся вроде как. Не нагулялся просто. Я думаю, когда ребенок родится, 42 нагуляться. Так он таким и останется. Почему ты уверена в этом? Да потому что это опыт жизненный, понимаешь? Ну, я жду. Вот даже день ребенка, я жду, я потерплю. Дело как знаешь. Мама тоже об его измене. Какая же я дура, что поверила ему. Как я могла быть такой наивной и слепой? От мысли, что он опять может быть сбывший, я просто начинаю сходить с ума. Я не выдержала и решила ей написать. Написала этой девушке. Он с тобой. Она говорит, а ты бы лучше следила за своим, типа, гулящим парнем. Который, типа, ни себя, ни тебя не уважает. Я считаю, что она права. Потому что, ну, это реально неуважение. Это мерзко. Я так и не понял. Она, типа, сказала, что да, он со мной или что? После разговора с бывшей девушкой Влада я стала еще больше накручивать себя. А, не, не сказала. Где он пропадает и с кем? Уже час ночи, а его до сих пор нет. И вообще, как он может так жестко морозиться? Так со мной поступать? Я же ношу его ребенка. Походу, он реально не ценит меня и наши отношения. И пока я думала обо всем этом, он пришел домой. Влад. Опять под чем-то. Вступайся, хочу тебя, кажется, спросить. Где ты был ночью прошлой, сегодня тоже? Знаешь, где был, там у тебя не было. Да, Петр... Блин, я раз на ответ и слышал. Где ты был? Там, где тебя не было. Ты кому-то ледишь? В смысле, я за меня? Ты что в меня-то похудуешь? Я покажешься с его? Он даже не объясняет. То есть, какое доверие появится, когда человек так общается. Так, да. Иди отсюда. Блин. Я не хочу с тобой спать. Ну-ка, хватит орать там. Ну, достали уже. Не на работу утром вставать, а вы тут выясняете отношения свои. Иди сюда, вон, выясняйте. Раньше я думала, что надеялась на него. Я не знаю, что с ним произошло. Отношения уже такого не будет, как раньше. Давайте отсюда! Иди, уходи отсюда. Доели уже. Меня достало, что Ладзи-то ходит ночами, трубки не берет. Может, он вообще с бабой какой-нибудь... Я так и думаю, да. Мне кажется, если бы он был с пацанами, он сказал бы, я был с пацанами, там... Там, с Йенчиком, с Валерчиком и так далее. А он же ж не договаривает. То есть, как-то вот... Ну... Я объясняю, что я не могу... быть с ней 27 на 7. Но... Чтобы у меня тоже есть какие-то свои моменты, какие-то свои дела там. Я в шоке с него. Тупо развернулся и ушел непонятно куда. Я опять не спала всю ночь. В смысле ты в шоке с него? Ты сначала его выгнала. Вали отсюда. Ушел. Я в шоке. Почему он ушел, бля? Ощущение, будто у меня переехал фрактор. Еще и с Тайсоном надо выйти погулять. Странно. А почему его машина у дома? Влад, слышишь? Влад, слышишь? Я в шоке, что он всю ночь провел в машине. Я считаю, что это неправильно идти спать в машину. Он мог просто попросить у меня обращения. То есть, если было бы хорошо, он бы поспал бы здесь. Да, нет, ну, бабенка, у тебя с головой, конечно, полные проблемы. То есть, сначала ты его выгоняешь. Лишь валеть. Сказал, встал и вышел. Он ушел. Я в шоке. Ты на самом деле должен был... Ты вышел, подождать одну-две минуты, постучаться, встать мне на колени, поцеловать мне пятку и сказать, о, богиня моя, пожалуйста, впусти меня, чтобы я спал. Влад, пойдем домой. Влад, ну, пожалуйста, давай встань. Не, у нее тоже с головой такое чуть-чуть, знаете. Не подарок. Но, с другой стороны, я такая счастливая, что мои подозрения не сбылись, и он не тусил ни с кем из баб. Мне даже как-то стыдно за то, что я так о нем подумала. Решила первым попросить прощения и забрать Влада домой. Лиза должна понимать, что у меня тоже должно быть свое, немного своего времени. Это не значит, что я пойду к каким-нибудь девчонкам там изменять ей и тому подобное. Просто провести время с друзьями, либо там провести время с самим собой. Самим собой провести время. Он прям поверил, знаешь. Уже прошел месяц, как я помирилась с Владом. Но помощи от него нету. Купил только коляску. Говорит, что деньги на стройке задерживают. Хорошо, что его сестра Люба отдала мне вещи, которые я когда-то покупала для своей жизни. А подруги моей мамы принесли кроватку и детский стульчик. И помимо того, что с деньгами у Влада не очень, хоть он и пропадает на работе каждый день, так еще и дома мне совсем нужно справляться одной. А я уже на последнем месяце. И каждое действие дается мне с огромным усилием. Да-да. Вот мне тяжело ходить, тяжело вставать. Ну, тяжело подниматься по лестнице на пятый этаж. Даже по квартире там передвигаться. Очень тяжело. Живот просто огромный. Я в шоке, что набрала 20 килограмм. Боже, на кого я теперь похожа? Я себя чувствую бульдозером. Я такая огромная просто. Я не знаю, как будто я в дверь не пролажу. А еще меня прям бесят эти ужасные растяжки. Никакие крема не помогают избавиться от них. Фу, какие они уродливые. Растяжки это некрасиво. Я просто переживаю за то, что Владу, например, будет неприятно. Они такие синие, мерзкие. Но больше всего я сейчас переживаю за отек. Бля, ну живот у него огромный. Бля, слушайте, это, наверное, самая большая беременная девочка за сколько выпусков я виделся. Смотри, огромный живот. Там двойные или что? Или там один просто большой богатырь. Хорошо, что у меня планы в УЗИ. Узнаю у врача, что с этим делать. Что вас беспокоит? Меня беспокоят отеки. Больше, меньше? Бывает отеков? Считать знаков много. Но днем еще больше. Пьем сколько водички в день считаем? Два литра. А не больше, да? Вам говорили? Соль потребляем? Ну, так, достаточно. Лучше сейчас исключить вообще соль для того, чтобы было лучше, как раз выводилась жидкость, чтобы она не задерживалась. И чтобы лучше, так скажем, вы себя чувствовали. Продолжение плациды соответствует сроку. У вас головное сейчас предлежание. Все хорошо. Ножки вот здесь вот находятся. Собиение плода ритмичное. Сердце развито хорошо. Рожденных пороков сердца не визуализируется. Я очень рада, что с ребенком все хорошо. А от отеков врач посоветовала купить специальное лекарство. После УЗИ я пришла домой. И даже подумать не могла, что случится дальше. Бабушка? Бабушка опять напилась и стала цепляться ко мне. Я испугалась, что она сейчас что-то сделает, что может навредить ребенку. Это бабушка? Я пытаюсь ее отодвинуть, да? Она на меня идет. А я живу там. Мне очень страшно было. Я думала, не дай бог, что сейчас вообще случится. Лиза звонит. Бабушка опять выпила, как бы. Цепляется. Ко мне пристала, я ее оттолкнула. Маме пришлось срочно приехать с работы. Ну, что ты опять напилась-то? Что ты опять напилась-то? Что ты такой вот этот? Я что? Ну, что ты в таком смысле сталь? Ты же знаешь, тебе нельзя пить. Ты что, с ума сошла? Кто сказал, что мне нельзя? Она потеряла совсем зрение. Но она видит тени людей. Но не видит их лица там вообще. Вот и все это из алкоголя. Подумай о своем здоровье. Подумай о Лизе. Зачем ты на нее лезла? Она беременная. Господи. Что? Что я ей больному делала? Ты даже пьяная, не соображаешь ничего. Ты лезешь вообще тебе на кого лезть? Я из-за тебя страдаю здесь. Да пошла ты. Тихонечко, втихаря пью. Ну, а потом, когда... Выхожу и выдаю все пенки, которые накопились. Им это очень не нравится. Так, лучше я буду пить. Угу. Пошли все. Боже, это страшно. Наверное, в этот день я сильно перенервничала из-за этой ссоры с бабушкой. У меня начал болеть живот. Мама вызвала мне скорую. И я поехала в больницу. И таких семей, на самом деле, та хренища. Это далеко не единичный случай. Та хренища просто. Шесть. В больнице врач осмотрел меня и сказал, что сегодня-завтра я рожу. Схватки нарастают. Но я твердо решила, что не хочу делать обезболивание. Я за естественные роды. Хочу сама родить. У меня его положили сразу же на грудь. Ну, такой тепленький, хорошенький. В сознании пришло то, что это вот ребенок. Ничего себе, это мой. Ну, такая теплота прям была. Я на него смотрю такая. У меня такой умиленит. Ну, прям люблю, вот не могу. Но он реально сладкий. Так на меня еще похож. Еще до беременности мы с Владом говорили, что если у нас когда-то будет сын, назовем его Максимом. Так и вышло. Теперь у меня самый красивый мальчик на всей планете. 4800. Ну, такой крупный, да. Схватки папили. Для полного счастья мне не хватает сейчас только Влада. Я решила позвонить ему. У меня пропало молоко. Врачи сказали, что это может быть из-за стресса. Повлияли все ссоры с бабушкой и Владом. А так все хорошо. Я очень быстро отошла от родов. И с легкостью ухаживаю за Максом. Я быстро всему научилась. Там особо ничего иметь не надо. Там память распоменять, там переодеть, запеленать. Ну, ничего сложного. Так, кто на выписку пришел? Я была в роддоме пять дней. Власу время звонил и писал мне. Не, его мама не пришла. Я так счастлива. Не могу дождаться выписки, чтобы познакомить сына с Владом и мамой. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Спасибо. Когда я взяла немного на руки, я понял, что я сам у счастлив жаю. Это вот реально такой восторг просто. Маленький комочек. Прям вообще вот ух. Похож на Максим на Лизу. Носик такой маленький, вздернутый. На подбородке вот эта вот ямочка. Предложение решил сделать? Ну, молодец. Я Лизе сделал предложение. Мурское поступок. Потому что мы должны стать полноценной семьей. Если так решил, реально сам. Душа все расцвела. Тогда молодец. Блин, я даже не ожидала. Когда Влас сделал мне предложение, я забыла обо всех наших ссорах. Мои обиды на него прошли. Я думаю, если он готов жениться, значит, хочет создавать семью и заботиться о сыне. Хоть какие-то приятные моменты. Я прям расслабилась. Я была самая счастлива в тот момент. Мамы Влада не было на выписке. Она приболела. Жаль, мне так хотелось, чтобы наши мамы наконец-то познакомились. И мы стали одной дружной семьей. Когда мы приехали домой, нас встретила бабушка. Сколько бы раз она не обижала меня и не говорила мне гадости, я понимаю, что всему виной алкоголь. Это как болезнь. Несмотря ни на что, я решила познакомить ее с правнуком. Алкоголь-то страшно. Симпатичный мальчишка. Но уж больно маленький. Мои девки были как-то побольше. Влада прям не узнать. Такой заботливый. Не отходит от ребенка ни на секунду. Как же я счастлива. Наконец-то в нем проснулся отец. Всего домой приехал, да? В кроваточку с вами, да, Валыш? Иди, мои пяточки. Моя солнышко маленькая. Мой красавчик. Я хочу, чтобы мой сын на его счастливое гордился. И чтобы меня оставили в пример. Но этот чувак уже только от тебя зависит. Мы с Владом решили, что жить вместе у моей мамы не вариант. Поэтому я с ребенком живу у своей мамы. А он у своей. Но это всего на пару недель. Пока мне не дадут детское пособие. А Влад не поднакопит денег. Потом мы сложим финансы и купим квартиру. В ЗАГС пошли расписаться. Даже несмотря на то, что пока мы с Владом живем отдельно, мы все равно решили расписаться. И подумали, что пускай это будет праздник только для нас двоих. Сегодня самый счастливый день. Я так рада, что теперь мы будем мужем и женой. Да, вот эти... Нам дали бумажки с этими подписями, где надо поставить их. У меня просто рука отряслась. Я думала, блин, это так здорово. Поздравляю вас за конным браком. Желаю вам счастья и любви. Будьте любимы. Спасибо. Спасибо большое. Все теперь я не делаю. Теперь я не холостяк. Я такая счастливая. Я наконец-то жена. Я так хотела расписаться субеременными с тобой. Я тоже счастливый. А когда мы переедем? Как только сразу назовем все вопросы. Переедем. Да? Все будет теперь хорошо у нас? Конечно. Ты больше не будешь гулять. Ты будешь брать твои руки. Обещай. Обещаю. Все. А в конце будет жесткая линия? Что он будет обеспечивать нашу семью. А я сидеть дома с Максом. Пока ему не исполнится полтора года. Потому что считая, что мама должна быть рядом с ребенком. Может быть, потом отдам в ясли и подумаю об учебе. Я хочу обязательно пройти какие-то курсы, чтобы у меня какой-то диплом был. Каким-нибудь хотя бы волосам, визаж, что-то такое. Полтора месяца. Наши мамы по-прежнему не горят желанием знакомиться. Но я решила, что поскольку я теперь жена Влада, то должна еще раз попробовать найти общий язык с его мамой. Мы поехали к ней в гости, чтобы показать внука. Я очень переживаю, чтобы все прошло хорошо. Спит мой сладенький, хороший мой. Мальчик мой. Третий внучок у меня. сладенький такой. Курносик такой. Маленький. Хороший. Хороший, очень хороший. Курносенький такой, черненький, как Владик. Бабуля, будешь приезжать в гости? Бабуля будет гулять с тобой. Любить будет малышку. Мы больше с вами ссориться не будем? Это не малышка, это малыш. Ну, вроде она неплохая. А вы знаете, вроде уже и неплохая, такая посмотрела уже. Когда мы стали жить отдельно, вроде как стало и нормально. Так всегда. Некогда с родителями жить. Пусть живут. Я буду рада, если они будут жить вместе и найдут... Помните их словам вначале, точнее ее. Боже, что они рассказывают? А когда живут уже отдельно, ой, вы знаете, там как-то я и рада, что по ним вместе жили. Ой, это вы знаете, вроде уже и неплохая. Общий язык. Ну, что нам делить-то? Нам делить нечего. Я боюсь одна остаться без детей, без внуков. Поэтому я не хочу портить отношения. Я оставляю их в покое. Я рада, что мама Влада хочет заботиться о внуке и больше не будет наезжать на меня. Жаль, что пока Люба не смогла видеть малыша, потому что уехала с детьми в другой город, к родственникам. С первого дня выписки из роддома Влад окружил меня с Максом заботой. Он покупает детское питание, подгузники и все, что необходимо сыну. А мне купил бандаж, чтобы я могла быстро вернуться в форму после родов. В общем, старается помогать. Единственное, за чего ссоримся, это уход за ребенком. Надянула. Надо одеть. Не надо, не надо. Подожди. Подожди, дай ему пока, чтобы он не плакал. Зай, подказай ему покушать чуть-чуть, а? И сейчас ему, сейчас одену ему. После льды нельзя одевать, потом столбиком надо держать, понимаешь? Так я знал, он сейчас опускай, чуть-чуть покушай, хотя бы, чтобы он не плакал. Ну, Пожалуйста, пожалуйста. Дай сон один, а? Что, заплакали, да? Конечно, что ты не плакала. Я хотела сама его одеть. Он дышом неправильно все делает. Какого *** не дает к моему ребенку подойти? Ну, начинается. Я не доверяю ребенку, потому что я вижу, что она делает что-то не так. Ну, там моя сестра, ну, как-то она немножко все по-другому делает, и я вижу, что у нее, ну, как-то немножко не так получается. Че? Ну, почему ты не даешь мне к ребенку? Он наплакает? Наплакает? Почему ты меня не подпускаешь к нему? А, почему я не могу водить его? А? Потому что ты неправильно все делаешь. Ну неправильно. Что здесь делать? Почему он на животе лежал перед кормлением? Почему? Ты его даже не положил. Вот этого я не знал. Ты даже не даешь мне сказать помочь. Не нравится. Так ему надо лежать, чтобы у него коликов не было. И чтобы он не срыгивал на животе лежать перед кормлением хотя бы минуты три, понимаешь? Ну давай, что? Положим на живот. Сейчас не надо уже. Я мама, как бы я знаю, как сделать лучше, правильно? Я это делаю и так сама в основном, когда он на работе или где-то еще. А на работе он постоянно пропадает. Начинается бытовуха. Чем дальше, тем веселее. Я по-прежнему живу с ребенком и мамой в одной комнате, так как в другой комнате живет бабушка. А Влад все время на работе. Приходит раз в несколько дней и стал меньше помогать. Если бы не мама, я бы уже загнулась одна. Ты что, свадьба уже не помогла? чтобы помочь искупать Макса. И дает деньги на вещи и кормление. Мама уже напрягается, что вкладывается больше Влада. Из-за этого мама и Влад очень часто ссорятся. Смотри. Что ты делаешь? А это что такое? Вещи. Любила. Ты можешь хоть что-то купить новое? А я новое ничего не купил? И подушечки. Ты только у кого-то чего-то берешь. Он вообще не тратился практически. Если бы не я... Я скажу так. Но он реально, если бы принес нормальную одежду, которая тоже от пацанов, типа это неплохо. У вас далеко не то финансовое положение, что просто тратить деньги на одежду, которая на самом деле нужна тупо вообще на пару месяцев. Дай бог. Потому что в этом возрасте ребенок растет, как на дрожжах. Что на него наехало? Я не знаю, на что бы он это все покупал. Я могу сказать так, что я купил гораздо больше, чем она купила, короче. Смесь, купи ребенка. Ну... У ребенка должна быть всегда еда. Всегда. Да что вы на меня налетели-то? Я не знаю, как... Никто не налетел. Просто можно-то. Сказал, что зарплату получу, коробку смеси куплю. Сами покушайте смеси. Ты совсем, что ли? А что? У него постоянно нет денег. Постоянно. Сколько бы он ни работал, у него нет денег. Конечно, обидно. Я считаю, что я буду на максимум задавать для ребенка. Влад недостаточно делать для ребенка, потому что у него то денег нет, то времени нет. А еще мама уже устала жить со мной и с ребенком в одной комнате. Поэтому сваливайте. А когда вы собираетесь переезжать-то? И вообще собираетесь или нет? Да, собираемся. А когда вы собираетесь это делать? Когда все пособия оформим, материнские капиталы получим. Сложим деньги и купим комнату, студию. Я не знаю. Может быть, вы пока снимите на время. Не могу уже. Это невозможно. Я не высыпаюсь. Мне нужно на работу. Я не могу полноценно работать. Но это безобразие. Я хочу наладить свою личную жизнь. И я считаю, что им будет семья. И причем здесь как бы моя комната. То есть как бы непонятно. Они должны как бы жить вместе. Без меня. Я сама уже задолбала жить с мамой в одной комнате. И решила поговорить с Владом о том, что, может, мы реально возьмем какую-то часть из отложенных на жилье денег и снимем квартиру. Что? Влад, а когда мы уже переедем? Денег заработаю, так пьем. Давай хотя бы на съемной поживем. Я хочу, я хочу жить с вами. Ну, в общем, я хочу, чтобы мы вместе с тобой жили. Купили недвижимость. Воспитали нашего малыша. И я тоже хочу с тобой жить вместе. И что? Хэппи-энд? Ну, это для тебя. Ну, это для тебя тоже. Я решил, нам надо съезжаться, жить вместе. Самое главное заявление. Ну, не далеко от детского сада. Да. И хвост при этом было. В шоком ходить? Да. А вот это? Добавляю в избранную. Пойдет. А вот это? А, не линдованную ищут. Вообще пойдет. Давай в избранную добавим. Мы с Владом уже посмотрели квартиру. Выбрали уже, можно сказать. Купим квартиру. То есть мы переедем наконец-то. Ну, пусть попробуют. Может, что-нибудь получится. У Влада получилось накопить около миллиона двухсот рублей. Я добавила материнский капитал. На эти деньги мы присмотрели маленькую, но уютную студию в Гатчине. Наконец-то, совсем скоро, мы будем жить отдельно нашей семьей. И у нас все будет хорошо. Я хочу обратиться ко всем девушкам, кто попал или может попасть в такую же ситуацию, как и я. Заранее подумайте, готовы ли вы к этому, к такой ответственности так рано. Вот, но я знаю то, что я мама и я самая счастливая. То, что у меня все будет хорошо, это главное. Ну что, вот мы подошли к концу. Типа, в итоге у нас вроде попахивает хэппи-эндом, но это не точно. Потому что они якобы только посмотрели. Ой, давай сохраним. Возможно, телеканал захотел так сделать в конце, чтобы якобы хэппи-энд. Ну, а ты типа, ой, вы подумайте, надо ли вам это. Тогда как минимум мозги сначала иметь. Если ты уверен в том, что ты бездетная, так... Точнее, не уверена. Сходи, узнай об этом, а не... Я два года спал, а ничего не было. Ну, жопа. Сейчас, вроде бы, и жалко отчасти, когда понимаешь их историю. С другой стороны, сами виноваты. Бабка, то вообще, конечно, торги выбросить. Алкоголь, это страшная штука. Хух, с радостью почитаю ваши комментарии, ребята. А с вами был Андрей Чент. Увидимся в новых выпусках Беременная в 16. Всем пока.